Привет, друг! С тобой, Эван. Э-э-э, подожди! Миша, ёбаный в рот! Привет, друг! С тобой, Эван. Тебе, наверное, необычно видеть 223-й Мерседес МТА, а всё это потому, что я решил развлечься и зайти на такой сервер, как Сапфир. Можно сказать, это слияние Радмира из ССД и немножечко текстур из GTA 5. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 1 миллиард. Значит, пройдёмся по очереди. Вот такой вот у нас интерфейс встречает, такая слева маленькая карта, игровой стаж, место, где мы находимся, справа вверху HUD, где написано ХП, ФПС. Собственно, первый пункт, который мы пройдёмся, это редизайн всех панелей. Если мы нажмём клавишу F1, открывается вот такая главная панель этого сервера, где пишется количество денег у вас на руках, главное меню. Здесь вы можете перейти в инвентарь, умереть, сообщения, посмотреть объявления, донат, фотомод. Мы перейдём к следующему пункту, это настройки. Да, получается, у нас сразу здесь строен типа как бы улучшения графики, ну, ENB это вряд ли можно назвать. Это размытие дальности, размытие при движении на транспорте, сглаживание, также оптимизация прорисовки и новое отражение воды. Вот это я всегда ставлю и сразу ставлю качество текстур на максимальное. Можно нажать F2 и это же выключить. Собственно, как и на любом сервере с бонусом, я сразу же пошёл искать себе свободные дома и нашёл вот в LIS вот такой вот домик большой на 10 мест, если не ошибаюсь. Да, на 10 мест вот с таким вот красивым маппингом. Пока что здесь нельзя зайти внутрь, но вот как мне говорили, скоро эта возможность появится и ты сможешь зайти внутрь, так как дом полностью протекстурен именно там. И, кстати, да, можете залетать на сервер, пока ещё свободные бизнесы. Вот можете нажимать карту О или И, как это всё на CCD, в принципе. Вот. И зелёное, это показывается свободные дома и свободные бизнесы. Можете залетать, пока не раскупили. Значит, мы дальше продолжаем смотреть маппинг этого сервера, но как мы начнём ехать, есть очень важная деталь, которой нет на других серверах. А если мы садимся в автомобиль, садимся, у нас появляется новый кастомный звук. Вот я сейчас могу просто промолчать и вы услышите этот звук. Здесь даже отстрелы, чтобы вы понимали, есть. Фух, наконец-то я расстал весь свой автопарк. Можно сказать, в этот автопарк я покупал только те автомобили, которых нет на других серверах, но некоторые есть такие, что есть, но на них есть определённый тюнинг. Значит, первый это 200-й грузак, здесь на него есть 4 пакета тюнинга, один и здесь. Дальше это 33-й Skyline, на которого нет на других серверах, тоже с большим количеством тюнинга. Вот так он выглядит. GELIC это старый, i8 тоже нету там на других серверах, 223-й тоже нету, тоже с тюнингом. M6 тоже с большим количеством тюнинга, X5 с тюнингом. C-шка, вообще посмотрите, что с неё можно сделать. Кстати, просто тачку из Rivals, да, получается, C-шку, ну да. Потом Jeep, SRT, Charger, Subaru тоже с большим количеством тюнинга, ещё больше, чем на CCD, здесь есть кастомные. Потом идёт вообще прям сборка топового-топового. Это новый GELIC на обвесе, но это есть, да. Кстати, очень много новых дисков, там около 54-х колёсных дисков, которых нет даже иногда на CCD, либо на Redmi. Вот. Дальше идёт Pagani Wire, Kia Stinger с FT-шным тюнингом, с обвесами. BMW M4 тоже с большим количеством обвесов. BANAN вообще меня порадовал, там прям очень дофига обвесов. A6 это прям, мне кажется, лучшая тачка для тюнинга, там можно и панораму, не панораму, вот я поставил. Куча бамперов, обвесов. Вот. Мурселага тоже на тюнинге. BMW M8, здесь есть две M8, есть и Grand Coupe, которая четырёхдверная, и есть Coupe, которая двухдверная, вот. И, конечно же, тайканчик, которого все просели, именно здесь его добавили. Я думаю, нам нужно сесть в какой-то автомобиль и уже прощекать, как бы, звуки, вот. Поэтому давайте сядем в M4, наверное. Вот, запустим и начнём ехать. M4 мы прочекали, давайте сядем в BANAN. Здесь такой благородный мерседесовский звук, бурлящий. Вот такой, в принципе, на половине мерседесов есть такой же звук, но очень интересный именно на гелике старом звук. Прям очень интересный. Сейчас я сяду, и вы поймёте. Он бурлит, как будто Зил, отвечаю. Вот, смотрите. Именно на холостых. Реально. Давайте ещё возьмём где-то две тачки, чтобы протестить звук. Например, можем сесть в Subaru. Ну. Во. Даже блуов здесь реализован. Я думаю, по звуку всем всё понятно, поэтому идём смотреть сервер дальше. Собственно, при въезде мы уже можем увидеть, что здесь что-то не так. А именно, что-то очень много деревьев. И где-то я уже их видел. Вот, пацаны, у вас есть пару сек. Это, короче, деревья из GTA 5, как мне объяснили. Добавили здесь очень много маппинга по типу таких вот переходов, деревьев. В некоторых моментах они его убрали, именно деревья. Вся пустыня стала зелёной, если вы не заметили ещё. Вот. И половина домов также здесь изменили на такие вот кастомные, прозрачные. И пока мы находимся в Лас-Вентурасе, я вам смогу показать одну очень интересную штуку, которая, в принципе, есть и в Асафьево Лес. Это список Forbes, прям на сервере. Вот такой у нас список, всего лишь на 5 мест, которые обновляются каждую секунду. И вот такие игроки занимают в этом списке места. Также, когда я говорил, что здесь заменены всякие интерфейсы, я забыл сказать вам про ТАП. Вот, в принципе, здесь есть мой личный клан Neville Channel. Пока мы находимся возле элитного автосалона, вот здесь вот так он выполнен. Здесь есть банкомат, и мне очень нравится, прям очень нравится, как бы банкомат, именно стилистика. Вот здесь у нас есть 4 карты, сапфирбан, донат, евро, USD, то есть доллары и рубли. Это выглядит максимально охрененно. Пока мы находимся возле ЭКХ, может вы заметили, не заметили, у меня номер EVEN77, то есть EVEN только на номерах. Здесь есть также бесфлаговые номера. Украина, Казахстан, Беларусь, в принципе, как и есть, здесь бесфлаг. Например, давайте купим такой же номер, приобрести. Стоит такой номер бесфлаговый 40 миллионов рублей, что очень много, просто обычный номер стоит 7 миллионов, а вот такой 40. Но теперь у нас есть бесфлаговый номер. Кстати, напишите в комментариях, вам нравится больше флаговый или бесфлаговый. Мне лично нравится и тот, и тот. Также, пацаны, чтобы вы не скучали и просто не ездили вот так, вы можете остановиться, нажать на клавишу M, нажать на радио. Вот здесь есть список радио. Есть онлайн музыка, то есть вы можете нажать поиск музыки. В поиске музыки в поле вводим любую музыку, какую мы хотим. Потом я написала какую-то песню, вот, у нас выскакивает все возможные варианты. Нажимаем добавить, вот, и теперь пойти, у нас должна она включиться. Мы вводим на нее, да. Это мы добавляем, кстати, в свой плейлист. Магнитола подписана, кстати, только вы заметили. Нажимаем на нее и нажимаем play. Все, теперь мы можем нажать зям и просто ехать с кастомным зумуком, с кастомной музыкой. В принципе, я не знаю, как я это реализую, но сейчас вы на экране должны увидеть тюнинг на разные автомобили. По типу BMW M6, Kia Stinger, M4, скорее всего, Subaru. Здесь очень много прям комплектов. Что прикольно, что на новые автомобили, которых нет еще на других сервалах, здесь тоже тюнинг присутствует. И также, чтобы не мозолить глаз, задний фон они заменили лично на свой. Как-то он так средний выглядит, мне не особо зашел. Также, если не брать до внимания обычные трассы из CCD Planet, здесь есть тоже кастомные трассы, вернее, трасса, которую ты можешь допехнуться в любой момент. Ты можешь просто в чате написать slash drift, тебя допехают на такую вот красивую, широкую, большую трассу. И ты можешь покататься парно со своими друзьями. В принципе, трасса широкая, будет очень удобно. Также, чтобы из нее выйти, ты можешь написать slash drift, и ты появишься в аэропорту Лос-Антоса сразу возле заправки, что тоже удобно. Также, если ты не хочешь просто дрифтить, ты можешь написать slash jzone, и тебя допехнет просто на DM, на карту по типу, как paintball был на сампорпе, вот такой вот. Там на разных оружиях можешь постреляться, так чисто для себя поразвлекаться. Так как мы находимся недалеко от очень интересного места, которое знают все родмировцы, только здесь оно реализовано немножечко по-другому. К сожалению, не так, как в родмире МТА, но реализовано плюс-минус, как в родмире КРМП. Это контейнеры. Вот есть почта России. Здесь уже, пацаны мои, есть. Это что? 226 тысяч. Ну, давайте, например, укажем. Возможное содержимое авто, одежда и предметов. Укажите свою цену выше предыдущей. То есть, мы можем 226-206, например, вот так поставить. И, как говорили, эти контейнеры вообще есть прям с очень разной стоимостью. Есть и по 50 миллионов, и по 40, и по 30, и по 10, и по 8, и по 200 тысяч. Вот, и их всего лишь здесь 3, и обновляются они каждые 2 минуты, что-то такое. И что у нас значит здесь? Вы владелец данного контейнера. Значит, у нас есть Burberry. Это одежда за 12 тысяч, за 9 600. Это телек, 12 телек, 15, 10, 12. Короче, я в минусе, прям на хорошем минусе. И, кстати, здесь есть же кастомные, просто максимально редкие автомобили. Это вот такой вот Pontiac, если я не ошибаюсь, да? Вот такой вот, лаурайдерский. Плюс есть здесь 124-й Hammer. Здесь есть DeLorean, здесь есть Кибертрак. Но его ты просто так не купишь. Его можно купить всего лишь за донат. Ну, как бы, да. В принципе, вот, заспаунились пацаны с гаражей. По 6 миллионов, по 200 тысяч и по 7. Давайте поставим, например, 12, ничего себе. Давай 13 поставлю. Здесь можно просто миллиард поставить, да и все. Здесь, короче, могут быть автомобили. А именно Diva, которая стоит прям overprice. Чего? Здесь есть Camry еще на красных номерах. Офигеть. Ну да, здесь говорили, что есть кастомные номера, но красные. Короче, в итоге я сидел где-то полчаса на этих контейнерах. Открывал, закрывал. Все, что мне выпало, это с почты России за 200 тысяч выпало жига. Так-то я в плюс не ушел. В Европу открывал, где-то просрал около 200 миллионов. Так и ничего годного не выбил. Можно сказать, это специальная система для того, чтобы прошли пацаны с родмира. Такие, блин, мы любим открывать гаражи-контейнеры. Давайте будем открывать. У нас бабки бесконечные. И сидели бы здесь до утра. В принципе, пацаны, там все. Самые главные системы и фишки этого сервера я вам почти показал. Также есть за кадром, что осталось. Можете зайти посмотреть. Ссылочка на сервер и эпичник будет в описании ролика. Можно зайти и развлечься с друзьями. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Поставь лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Напиши комментарий, что ты думаешь об этом сервере. Подпишись на канал, здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики и всегда смотреть их первыми. Ну а с тобой был Иван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.